Каждый может помочь выразить благодарность ветеранам за их великий подвиг, приобретая вот такой значок. Всероссийская акция «Красная гвоздика» проводится благотворительным фондом «Память поколений» уже восьмой год подряд. Вот и в этом году представители рекцентра серебряного добровольчества молодой душой уже рвутся в бой. В прошлом году мы впервые включились в эту акцию и собирали средства для ветеранов боевых действий. Это ветераны войны Великой Отечественной, ветераны Чечни, Афганистана, СВО, любых боевых действий. Средства собраны, пойдут на медицинскую реабилитацию ветеранов боевых действий. Мы в прошлом году собрали более 188 тысяч рублей и среди новичков заняли первое место. Пенсионерам-активистам напомнили, как надевать волонтерский жилет, собирать бокс для пожертвований и обращаться к прохожим. Сегодня Надежда Викторовна встрепетом вспоминает, как год назад впервые приняла участие в акции. В тот день искренняя доброта школьников тронули до слез. Проводили акцию «Красная гвоздика». В это время в школе закончились уроки и дети вышли с занятий и дружно толпой пошли по домам. Но порадовало, что никто не прошел мимо. Все завернули на аллею славы, все приняли активное участие, кто как мог. У кого-то было что-то в кармане. К слову, это не единственное направление работы активистов преклонного возраста. Здесь вяжут теплые носочки и шапочки для новорожденных, шерстяные изделия для участников СВО и не только. Набираем петли определенное количество. Будем вязать шарфик лицевыми и изнаночными. На сегодняшний день в региональном центре серебряного волонтерства проходит и развивается более 60 направлений и акций, которые несут существенную помощь и поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. У нас вообще ключевая акция. Называется она «Тепло». Мы бабушки, мы вяжем. И акция «Тепло» трансформировалась в несколько других подакций. Одну я уже назвала «Торопышком с любовью». Есть акция «Теплые ручки, теплые ножки», где мы вяжем варежки и носочки и дарим людям с любовью, с нашей. Любовь в каждой петельке, когда мы что-то вяжем. Кстати, совсем скоро серебряные волонтеры посетят интернат для престарелых и инвалидов. По стояльцам подарят памятные именные открытки, которые сегодня вместе с активистами сделали школьники, а также покажут концерт. Нина Степановна, староста хора «Вдохновение», себя на 81 год совсем не ощущает. Репетиции идут полным ходом, а значит концерту быть. Несмотря на то, что в таком возрасте и можно вести такой образ жизни ни на что, ни ныть, ни слонать, ничего, ни жаловаться. Ну, болит, болит, ну и что? Зато вот встал, а у нас репетиция. Болезни уже как-то на второй план отходят. А здесь еще и концерт. Да какая здесь болезнь? К слову, вступить в ряды серебряных волонтеров может каждый желающий пенсионер. Ограничений по возрасту нет, принимают всех. Для этого нужно обратиться в любую волонтерскую организацию по месту жительства или в региональный доброцентр. Сейчас, накануне благотворительной акции «Красная гвоздика», которая пройдет с 20 апреля по 22 июня, такая помощь будет очень кстати. Добавим, что на сегодняшний день в крае почти 4000 пожилых добровольцев. Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком.